Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Светлана Климова. Я профессор школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Сегодня в программе «Золотые лекции» мы поговорим с вами о Фёдор Михайловиче Достоевском. 2021 год поистине можно было бы назвать годом Фёдора Михайловича Достоевского. 200 лет назад, 30 октября 1821 года, в семье штаблейкеры Мариинской больницы для бедных Михаила Андреевича и Марии Фёдоровны Достоевских родился второй сын Фёдор, будущий великий писатель. А спустя 60 лет, 28 января 1881 года, его не стало, и вся прогрессивная общественность России, да и, можно сказать, весь прогрессивный мир, уже знал это имя, и это имя остаётся в России с тех пор навсегда. В эти скорбные дни другой великий русский писатель, Лев Николаевич Толстой, напишет в одном из своих писем. «Я узнал, что умер Достоевский, и как будто бы какая-то опора отскочила от меня. И только тогда я понял, что он самый близкий, самый дорогой и нужный мне человек. И я плакал, и плачу сейчас». Если вспомнить ещё об одном событии 2021 года, таком юбилейном, то к нему относится начало выпуска романа-памфлета, очень важного романа в жизни Достоевского «Бесы». В январе 1871 года в журнале «Русский вестник» начинает печататься этот роман. И это роман-предупреждение, это роман-призыв, это роман, который станет предостережением против всего того, что, к сожалению, случилось и в России, и во всём мире, того, что связано с терроризмом, с нигилизмом, с революционными событиями, последующими в России и революционным переворотом 1917 года. Все опасности, психологические, человеческие опасности, которые были сопряжены с развитием революционных кружков в России и изменением миросознания молодых людей, русских молодых людей в это время, всё это есть в романе «Бесы». И само название романа говорит о том, что Россию захватывает вот такая страшная сила, антихристианская сила, которая может оказаться и основой гибели нашей страны и нашей культуры. Но если говорить о Достоевском в целом, то для нас Россия и Достоевский – это, наверное, слова-синонимы. И кажется, что Достоевский всегда был в нашей истории и вся жизнь, связанная с ним – это жизнь великого гения. Но действительно, если мы с вами посмотрим на начало восхождения Достоевского на литературный Олимп, 1845 год, ему 24 года, он закончил инженерное училище в Петербурге, но он не собирается чертить карты, а пишет вместо этого первый свой роман «Бедные люди». И вот этот роман имел оглушительнейшую просто славу среди молодой, прогрессивной, самой, наверное, передовой в 40-е годы молодежи из журнала «Современник». Сначала этот роман приветствует Григорович, затем его читает Некрасов, и потом уже вот свой вердикт, самый популярный в то время литературный критик выносит Виссарион Григорьевич Белинский. Все восторгаются романом. Роман великолепный, социальный роман, роман о маленьких людях, роман о той страшной несправедливости, которая творится в мире, когда самые лучшие в нравственном смысле люди оказываются в беднейшей ситуации, оказываются разбитыми, раздавленными той реальностью, в которой они существуют. И, как воскликнул Некрасов тогда очень ярко, новый Гоголь родился. В Достоевском увидели нового Гоголя, в Достоевском хотели увидеть пророка как раз той самой возбуждающей революционной силы борьбы за справедливость, которая была характерна уже для молодежи 40-х годов. И восхождение было стремительным. Он просто как метеор взлетел и стал страшно популярен. Нам сегодня очень понятно, как можно из человека в одночасье сделать кумира, гения. Вот это произошло с Достоевским. И он очень быстро набирал обороты в литературном мире. А дальше случилась катастрофа. И это тоже очень ярко видно в нашей сегодняшней масс-медийной реальности, когда человек из кумира в одну секунду превращается в ничто и раздавливается своими вчерашними друзьями. Дело в том, что когда Достоевский такой воодушевленной поддержкой начал писать свои очередные работы, и выходит его повесть «Двойник», а потом и повесть «Хозяйка», то сначала публика недоумевает, а потом вообще разочаровывается. Никакого социального писателя нет. Оказывается, перед нами какой-то странный психолог, человек, который уходит во внутренний мир, говорит о каком-то раздвоении личности. То есть появляется литература, до сели вообще неизвестная русской публике. И она, даже гениальный Виссарион Григорьевич Билинский, он не ухватывает вот этот момент, что здесь не новый Гоголь, а здесь первый, единственный Достоевский рождается. И вот тогда начинается травля. Вчерашние же друзья начинают смеяться над писателем, появляется масса разных памфлетов, эпиграмм, и его объявляют прыщом на носу русской литературы. Ну, такой случайный успех, случайный писатель. И мне кажется, что надо быть мощнейшим вообще человеком, и психологически, и творчески, чтобы выдержать вот восхождение и падение одновременно в очень короткий срок. И не просто остаться, да, остаться гением. Гением написав свои самые главные работы уже позже. Достоевскому это удается. И удается не только потому, что, видимо, что-то в его характере было необыкновенно мощное. Несмотря на то, что человек, он был психологически очень сложный. И все знают о том, что Достоевский практически всю жизнь болел эпилепсией. Это было такое страшное, тяжелое заболевание, которое, в отличие от обыкновенных эпилептиков, приводило Достоевского неожиданно к мощнейшему всплеску его творческого таланта. Он в кратчайшие сроки умел писать огромные произведения. И это могло не случиться, если бы не было второго события в жизни Достоевского, по сравнению с которым травля друзей была просто мелочью. Речь идет о периоде времени, связанном с 1847-49 годами. Это время, когда Достоевский, как очень-очень многие молодые люди того времени, стал посещать кружки. Кружки молодежи, кружки, в которых читались различные, полузапрещенные авторы или запрещенные авторы, где, по сути дела, конечно, не происходило действий, вот в подлинном смысле этого слова, а просто люди читали, говорили, что называется, болтали. Болтали на политические и другие темы. И вот здесь есть важный такой момент. 47-49 год отмечен 1848. Это время, когда во Франции случилась буржуазная революция. И это время, конечно, потрясений было не только для Франции, но и для России. В частности, Достоевский стал посещать кружок Михаила Васильевича Буташевича Петрашевского, который был заядлым вообще таким французоманом. И он был фурьистом, он уважал философию Шарля Фурье и просто поддерживал всеми способами, значит, как-то распространял его идеи в этом кружке и для других, может быть, групп молодежи. Но Петрашевский как раз пишет в это время, во время революции, что вся русская молодежь духовно живет во Франции. И действительно, это тоже такой перекликающийся с многими слоями нашей интеллигенции сегодняшний момент, когда очень многие люди наши живут духовно в Европе, во Франции, в Америке, в Германии и только физически как-то пребывают в России, в общем, не очень преданные ей изнутри своего существования. Ну, так или иначе, в кружке завелся предатель, человек, который доносил о деятельности кружка. И последним триггером стало чтение письма Белинского, уже запрещенного в России, письма Гоголю, где Белинский говорит достаточно резко о русском народе как народе-атеисте, высмеивает Гоголя, который предает там социальные идеалы. Ну, в общем, по нашим временам ничего особенного. Но по тем временам, когда с одной стороны произошла революция, ее запах, так сказать, уже в России чувствуется, страх власти перед революцией, конечно, огромен, а все помнят, что буквально там за два десятилетия до этого произошло другое страшное событие для власти, прежде всего, потрясение декабрийского восстания 1925 года. И понятно, что политика власти – это политика такой предупредительных репрессий. Лучше как бы предотвратить это на корню возможные какие-то эксцессы, чем пожинать последствия подобно французским. И 23 апреля 1849 года Достоевский в числе других товарищей по несчастью вот по этому кружку был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость, где в камере номер 9 Алексеевского Равелина он проводит 8 месяцев в ожидании приговора. Надо сказать, что, конечно, эта история всем хорошо известна, и меня, например, поражает в ней только одно – это некоторая такая бесчеловечность, жестокость власти, даже не по отношению к тому, как они выносят приговор, а по отношению того, как они относятся к людям, которых они приговорили. Сначала приговаривали к смертной казни через расстреляние, за бунт, за заговор, ну, в общем, за события, которые, конечно, никак не соизмеримы с чтением Фурье. А потом этот приговор был смягчен и заменен каторгами, причем разные сроки. Вот, скажем, Петрашевский получил пожизненную каторгу, а Достоевский сначала был приговорен к 8 годам, а потом было еще смягчение, ему дали 4 года каторги. Но в чем, мне кажется, совершенно иезуитство поведения власти заключалось в том, что такие решения были приняты заранее. Однако проведена бесчеловечная инсценировка смертной казни, когда людей вывели на плац, когда трем первым приговоренным к смерти одели колпаки на голову, и уже были выставлены ружья, и в самую последнюю секунду, а фактически, конечно, эти люди уже умерли, они, конечно, уже пережили эту смерть. Вот в последнюю секунду вдруг смертная казнь была заменена таким высшим помилованием каторгой. Об этом Достоевский напишет неоднократно и в своих романах, и в своих воспоминаниях, потому что это, безусловно, минута очень редкая в жизни человека, какого выпадающая, когда человек действительно пережил свою собственную смерть, пережил ее и выжил, и стал другим, наверное, человеком. В каком-то смысле, конечно, смертная казнь на него колоссально повлияла. С другой стороны, вот это событие четырехлетней каторги, оно было тоже очень важным в мировоззрении Достоевского. С ним произошло нечто, что древние греки называли метаноей, то есть изменение сознания. Туда на каторгу уходил молодой человек, фурист и романтик, а через четыре года оттуда вернулся абсолютный христианин и человек со своей какой-то другой жизненной позиции, со своим абсолютно иным взглядом на природу человека. Я думаю, что именно на каторге и родился писатель Достоевский, который потрясает и сегодня весь мир своими такими неоднозначными и удивительно глубокими прозрениями в области сердцеведения, в области человековедения. Достоевский ведь с кем имел дело четыре года. Действительно, с настоящими убийцами, с ворами, с беглыми, с людьми самого низшего сорта. И при этом Достоевский вдруг открывает среди этих людей, он открывает абсолютно уникальную природу человека. Он понимает русского человека, это в широком смысле слово русский человек, как человека, который, несмотря на свои самые явные безобразия, на какие-то абсолютно отрицательные черты, внутри себя имеет нечто освещающего самые темные уголки его души. Мне кажется, что его взгляд на человека, он похож на луч солнца, который проникает в самые темные уголки и освещает то, что скрыто там и за смрадом, и за мраком человеческой природы, за его двойственностью. Как хорошо Достоевский в одном месте написал, что в человеке уживается грех Содомский и святое преклонение красоте. В нем уживается дьявольское и божественное, в нем уживается черное и белое. И он это уловил в людях, в живых людях. То есть это такой феноменологический опыт, то есть опыт наблюдения за людьми и открытия особого человека, человека, которым живет Бог. И вот эта идея того, что любой человек несет в себе образ и подобие Бога, она становится для него доминантной. Он начинает ее так или иначе прокручивать через все-все свои образы. Он любому своему, даже самому страшному герою оставляет хотя бы маленький лучик надежды на то, что в нем есть зерно божественного, в нем есть зерно подлинного, искреннего и человеческого. Но если говорить о биографии, то дальше начинается длинный путь возвращения домой. В 1954 году он уже вольный человек, его поселение Семипалатинск, и там он знакомится с семьей Исаевых и влюбляется в Марию Дмитриевну Исаеву, которая в 1957 году, после смерти ее мужа, становится супругой Федора Михайловича Достоевского. Я хотела бы здесь еще пару слов сказать о его очень сложном восприятии женщин и о том, что он как бы тянулся к женщинам достаточно проблематичным с точки зрения женской натуры, женской природы. У него есть такое понятие, как инфернальные женщины. То есть женщины страстные, женщины противоречивые, женщины, рядом с которыми мужчина чувствует себя не в безопасности, а наоборот, постоянно в острие какой-то борьбы, какого-то противоречия. Вот его первая супруга была именно такой женщиной, чрезвычайно сложной, нервической. У нее очень быстро стала развиваться чахотка. И вот на этом фоне она фактически сходила с ума в последние месяцы своей жизни. И, естественно, это все очень отражалось на психологии и на жизни самого Федора Михайловича Достоевского. У нее был сын Павел. И вот Федор Михайлович берет заботу о семье и о пасынке. И в 1959 году им разрешено жить уже в Центральной России. Они переезжают сначала в Тверь, а потом уже в конце года в Петербург. И начинается петербургский этап жизни Достоевского. Надо сказать, что еще при жизни первой супруги Достоевского он знакомится еще с одной роковой женщиной, которая сыграет большую роль и станет прототипом многих героинь инфернальных у Достоевского. Это молодая, красивая, такая эмансипированная девушка шестидесятница Аполлинария Прокопьевна Суслова, которая, ну, будет, конечно, существенно портить нервы, жизнь и вызывать лишние страдания у Достоевского, который влюбляется в эту молодую девушку и которая, ну, отравляет ему действительно жизнь достаточно длительное время. Но вот, может быть, без этого опыта, без этой тяги и не было бы его потрясающих таких страстных героинь, которые практически такой сквозной линии проходят через все его романы. Жизнь, действительно, его складывается очень тяжело и не только вот с точки зрения взаимоотношений. То есть семейная жизнь не ладится, личная жизнь очень тяжела и сложно организована, но очень тяжела его материальная жизнь. Всю свою жизнь Достоевский был в долгах. Всю свою жизнь он бился за кусок хлеба. Каждое его произведение, это всегда было произведение, изданное в долг. То есть он брал деньги заранее, у него никогда не было ни одной лишней копейки. И когда-то он написал в биографии, что я писатель пролетарий. Он действительно пролетарий, который трудился просто как ломовая лошадь для того, чтобы содержать семью. А позже, когда умирает его старший брат, он содержит и семью брата, берет на себя все долги брата. И вот такая долговая жизнь, она проходит практически через все его 60 лет недолгой, так сказать, земной жизни. Он расплачивается с долгами за три месяца до смерти. И это писатель такого мирового уровня, которого знала вся Россия. 1866 год – один из очень тяжелых в материальном отношении жизни Достоевского. В это время он чуть не попадает в долговую зависимость от издателя Стиловского, обещая ему в течение 26 дней написать роман не менее 10 печатных листов. И надо сказать, что Стиловский знает, что в это же время Достоевский пишет роман «Преступление и наказание» и понимает, что практически выполнить свои обязательства он не сможет и таким образом попадет на целых 9 лет ему в издательскую кабалу. И вот в этот момент случается, как «Ангел с неба» появляется молодая девушка, стенографистка Анна Григорьевна Сниткина, которая вскоре после написания романа «Успешного освобождения» Достоевского, не без ее помощи, огромной такой и моральной в том числе помощи, она становится его женой. И убегая фактически от этих долговых обязательств, от зависимости и от своей семьи, которая все время требует денег, и от кредиторов, они уезжают очень быстро из России в это же время и почти 4 года проводят за границей. В эти годы написаны его гениальный совершенно роман «Идиот», «Бесы» и заканчивается публикация «Преступление и наказание». В 1871 году начинается, они возвращаются в Россию, начинается новый виток его творческой жизни и публикация романа «Бесы». Но если возвращаться к петербургским началом 60-х, то я хотела бы отметить важное очень событие. В 1861 году он со своим братом Михаилом Михайловичем Достоевским решает организовать собственный журнал. Они издают журнал «Время», и в этом журнале они заявляют свою собственную новую позицию. Надо сказать, что журналы того времени – это были, конечно, своего рода очень важные маркеры для определения общественного мнения. От того, какого направления будет журнал, от этого зависело, конечно, и как он будет читаться, и сколько он даст доходов. Но самое главное, эти журналы, они действительно влияли на общественное мнение людей и могли повернуть интеллектуальную Россию в любую сторону, в какую бы им хотелось. В 60-е годы они отличались тем, что нужна была новая идея. Вот не было этой идеи, поскольку пресловутое славянофильство и западничество, которым так увлекалась молодежь в 30-е, начало 40-х годов, изжило себя. Эти течения уже были неинтересны и казались архаикой полной. И вот что предлагают четверка молодых людей – это братья Достоевские и два литературных критика журнала «Время» – Аполлон Александрович Григорьев и Николай Николаевич Страхов. Они предлагают новое литературное, прежде всего, направление и одновременно такое идейное направление, духовное направление называют его «почвеничество». Слово «почва» вообще одно из самых любимых у Достоевского, потому что для него самое важное, чтобы человек имел корни, чтобы была какая-то корневая, вот такая вот земляная связь человека со своим родом, со своим народом, со своей страной. И так как Достоевский все пишет через обратные, через разрушающие механизмы, то одна из его самых таких больных тем – это тема потери семьи, например. Это тема разрыва корней между отцами и детьми, это тема того, что народ и власть разорваны, народ и интеллигенция. И вот они создают журнал «Почвеничество», не журнал, извините, направление «Почвеничество», в котором высказывают одну очень важную вещь. Она заключается в том, что у русских людей существует своя особая русская идея. Я хотела бы обратить внимание телезрителей на то, что понятие «русская идея», которое многократно используется через разные приложения и преломления, придумано именно вот в это время братьями Достоевскими. Что такое русская идея? Эта мысль его никогда не будет оставлять, он будет очень волноваться и думать о России и русской идее. И смысл ее заключается в том, что надо, с одной стороны, преодолеть вот эти крайности между славянофильством и западничеством, крайности между тем, что мы какие-то уникальные, ни на кого не похожие, и нам вообще никто не нужен, мы готовы замкнуться в своем славянском мире, а с другой стороны, надо преодолеть крайности того, что мы презираем свою собственную страну, мы относимся свысока к своему собственному народу, что для нас идеалы только на Западе. Так вот, русская идея заключается в том, чтобы как-то внутри русского мира аккумулировать все самые лучшие начинания и Запада, и самой России. Все те вот зачатки прогрессивного развития, которые Запад предлагает, и которые у Запада, безусловно, не отнять, как лучшее в человеческом развитии, это и идеи свободы, демократии, личности. Их надо аккумулировать и посадить на русскую почву, надо понять, как они в ней будут приживаться. И вот один из главных выводов, которые он делает, и о которых он будет писать в дневниках своих в 1976 году, когда случится, например, война на Балканах, и война между турками и сербами, и русский народ в едином каком-то порыве будет поддерживать православных сербов и деньгами, и войсками, и так далее. И об этом же он будет говорить на знаменитом событии 1880 года, когда в Москве будет открываться памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Мы сегодня можем увидеть этот памятник, и это символ не только России, но это и символ вот этой самой новой русской идеи, о которой Достоевский будет говорить следующими словами. Он будет говорить о том, что у русских есть одна особенность. Они обладают чувством всемирной отзывчивости, они обладают чувством сострадания к совершенно чужим людям, к другим народам, к чужим верованиям. И вот это желание помочь, стать каким-то буфером для того, чтобы спасти других людей, для того, чтобы наступил мир, вот быть определенным, определенного рода посредником между странным образом враждующих народов или людей за клочок земли, за название, за какие-то эфемерные символы. Вот русские к этому призваны. Вот в этом особенность русской идеи. И Достоевский показывает, что идет эта мысль от Александра Сергеевича Пушкина, что именно он показывает особую миссию русского человека. Я не знаю, как современные люди воспринимают эти идеи, какими они ему кажутся, но мне, как человеку с советского времени, вот вполне понятна эта мысль. Она тиражировалась в нашей жизни неоднократно. И связана она была с тем, что, с одной стороны, русские люди мирные, русские люди не агрессивны, а с другой стороны, с тем, что русские готовы пожертвовать собой ради мира, например, всех остальных народов. Вот опыт Второй мировой войны, он является такой иллюстрацией жертвенности, огромной, глобальной, гигантской жертвенности России ради мира во всем мире. Так, по крайней мере, формировалось наше сознание и наше представление о том, что такой русский человек. И я хочу еще раз обратить внимание, что это не этническая характеристика, это не принадлежность нации, а это характеристика, такая духовная и христианская, если так можно выразиться. Ну и, наконец, я хотела бы, может быть, завершая свой рассказ, обратить внимание на то, что, с одной стороны, Достоевский, безусловно, является символом России, и мы счастливы от того, что мы его соотечественники и имеем возможность на русском языке прочитать его романы, его потрясающие прозрения о России. С другой стороны, я хотела бы сказать, что, может быть, даже и с горечью немножко заметить, что некоторые из его пророчеств, они абсолютно актуальны. Они сегодня читаются так, как будто бы он знает, в какой ситуации оказался мир, в какой ситуации оказались люди, погрузившись вот фактически в такое мрачное состояние апокалипсиса. И здесь я имею в виду его прозрение в одной из очень пронзительных и небольших текстов, которые он дал миру. Это легенда или поэма о великом инквизиторе. Эта поэма написана как небольшой текст внутри его самого великого и последнего романа братья Карамазовы. В этой поэме рассказывается о том, как к людям пришел Христос. Это 15 век, Западная Европа, везде костры инквизиции. И вдруг он приходит. Приходит не так, как обещал, что это будет конец света и справедливый суд. Нет, как будто на одну минуту он пришел, безумно болея за людей и очень их жалея. И вот когда он приходит в маленький город в Испании, люди мгновенно его узнают. Он ничего не говорит, но они его видят и говорят, это ты, это ты, мы тебя так ждали. И он идет и совершает чудеса. Все ему поют асану, все в восторге от его появления. И вдруг на площади появляется старец 90-летний, это великий инквизитор, это глава церкви. Но, как мы понимаем по контексту, это глава мира. Это не глава церкви, это глава мира. И он молча одним указанием пальца забирает Христа и ведет его в темницу. И дальше вот самое главное, монолог великого инквизитора, потому что Христос не говорит ни одного слова в течение всей этой поэмы. И суть этого монолога, когда я перечитываю, что поражаешься, как будто бы он говорит о том, что случилось с нами сегодня, что произошло с людьми, которые давно, как он говорит, мы давно не с тобой, мы давно не с Христом, мы давно уже с дьяволом. И он рассказывает о том, что все общество поделено на кучку избранных, на тех, кто действительно управляет миром. Но эти люди, они все знают. Они знают правду, они знают, что мир дьявольский. Они знают, что люди живут просто погружены в тотальный обман. И при этом они готовы нести это бремя знания и обманывать людей дальше. И инквизитор говорит, ты думаешь, мы счастливы? Нет. У нас очень тяжелая миссия, мы все знаем, но это мы спасители мира. Мы хотим, чтобы вот этот народ, которым мы управляем, чтобы он был счастлив до последней секунды своей жизни. Чтобы он жил в этом обмане, чтобы он кормился из наших рук. И что если мы прикажем ему умереть, то он умрет за нас и за тебя, ну, лживо, иллюзорно, в счастливом неведении того, что он давным-давно уже пасется, что этот народ не является свободным, что каждый человек здесь живет по программе, которую мы ему предлагаем. Мне кажется, что это удивительно актуальный текст. И поэтому Достоевский, он действительно бессмертен. И его произведение, наверное, с каждым витком, с каждой новой эпохой обретает все новое-новое какое-то содержание. Это была программа «Золотые лекции». Мы говорили о Федору Михайловичу Достоевскому. Всего вам доброго. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова